всем привет вы на канале урал спецтранс сегодня прекрасная погода не знаю как алексей мне нравится такая пасмурная дождичек свежо дышать приятно не жара алексей зонтик дома забыл прекрасная вообще без зонтика хожу да ну ты в плаще а я в рубашке но это не суть сегодня собрались чтобы пару видео сделать и одну из них это прицеп бортовой для работы в комплекте точнее в автосцепки с mercedes бортовым скому и t200 а вот немножко поподробнее конечно же мы вам покажем то есть у него дышло по всем правилам чтобы не опускалась на асфальт случае отцепки до евро сцепка без зазора на и получится так же как устройство тягово-цепное у него присутствует уже на тягаче тягач уже ушел и сегодня его повезут на трале отдельно то есть не за кого-то цеплять до его аккуратненько погрузят на трал и повезут что значит mercedes да нет просто заказчика платил чтобы доставили его ему его и доставят что касается электропроводки провода здесь сейчас все присутствуют для того чтобы подцеплять к нашим тягачам том числе чтобы это было вот уйдет вот этот провод вместе с ним или нет это вопрос но а зачем у тягача должны быть свои провода а с прицепом обычно эти провода отсутствуют это скорее всего когда ребята пригоняли сюда они его оставили но вполне возможно я вот посмотрел я не видел его в комплекте в комплектации но ладно хорошо поехали дальше что касается пневмо магистрали то они присутствуют подключение самые простые палмовские и конечно же страховочные тросы для на всякий случай как говорится случае бывают разные на дорогу цепочки для регулировки натяжения пружины соответственно чтобы она не опускалась на асфальт когда он отцеплен или чтобы легче вам было поднимать и цеплять его в воде нет давай давай вот это я засниму как раз таки ольга вот решила а я что-то не вижу что здесь вообще происходит вот вот здесь на этой нету ничего тут вообще что-то съемка идет нет а я ничего вообще не трогал а то есть идет четыре минуты в ольга решила вот одно вот так вот все и можно цеплять да то есть даже ольга сильная оказывается то есть когда все качественно сделано она чаще всего хорошо и легко получается но в данном случае покраска это по технологии иномарок так как прицеп рассчитан для работы с мерседесом мерседес делали с таким уровнем покраски соответственно и прицеп также идет с таким же уровнем покраски если мы посмотрим да ну вот все швы ровненькие аккуратненькие где-то где необходимо было герметизация присутствует на урал спецтрансе она тоже присутствует но к этому подошли просто более внимательно аккуратненько качестве ко всем не можем подходить более внимательно да мы можем подходить ко всем более внимательно но вопрос а готов ли каждый за это заплатить чтобы более внимательно нужно платить а потому что более внимательно это качество больше больше времени а больше времени это лишние другие затраты получается качество урал спецтранс при этом не страдает страдает немножко вот чуть-чуть аккуратность чуть-чуть там швы чуть-чуть по-другому замазали вот если посмотришь да здесь прям все ровненько все к россии а посмотрим цензура вообще пройдет нет так вот что касается еще подвески да здесь она пневматическая это мы еще посмотрим установлена система вапка тормозная 4s 3 то есть противо опрокидывая все чтобы как положено напротив занос и здесь все предусмотрено но в качестве крыльев здесь полукрылки стоят пластиковые на кронштейнах надежно сразу усиленные расширенные что не будет таких моментов как у многих даже магистральных прицепов полу прицепов вот без этих вот маленьких уголков но как говорится где-то и наперсток очень важен да так и здесь вот вот этот уголок если будет отсутствует то очень часто спустя у кого-то несколько лет у кого буквально несколько месяцев начинает отламывать вот эти кронштейн особенно после зимней эксплуатации когда вот сюда вот лед вода снег грязь все налипает что касается подвески мы еще не сказали это бипе вишные оси здесь стоят 9 тонны до 9 тонны квадратные могут быть и 12 тонны давай я он туда заберусь давай я заберу а ты а ты а ты не забирайся тут 12 тонны и оси здесь установлены то есть вот это вот поворотный круг с передней балкой это 12 тонн передняя ось это рессорно-зависимая подвеска как мы видим до тормозные камеры стоят причем если спереди ольга посмотрит и покажет то мы увидим что штоки имеют именно пыльники для того чтобы грязь соответственно меньше попадала в тормозные камеры фиксатор именно присутствует да вот такой вот ну честно говоря че-то он тукуют а но он и должен быть поворотный потому что он же вот так вот выворачиваться вот так вот повернул слоу брак но вот вот это вот штуку и для кого для чего и для чего это шпилька здесь вот это для меня остается вопросом это что чтобы так вот что ли фиксировать я не понял на случай поворота вообще чтобы полностью что вот так вот он должен борта здесь 60 сантиметров высотой длина этого полуприцепа бортовая площадка сама семь метров ширина два с половиной метра то есть большой удобный хороший прицеп причем он рассчитан так чтобы согласно законодательству и правом перевозке он соответствовал 20 метров метром вместе с основным именно тягачом бортовым полуприцепом точнее бортовым при бортовым автомобилем mercedes с кому откроем борта посмотрим да вот буквально дождик прошел все прекрасно ромбики ромбики да а евгений очень любит ромбики считает что вот это вот покрытие она качественнее и лучшее вот воду видишь держит лучше чем чечевичка у чечевички вода бы уже побежала в ромбиках она еще держится поэтому тут вопрос такой но за счет того что крепление и ребра все-таки у нее больше груз на ней лежит немножко по-другому чем на чечевичке кому что лучше ну это честно говоря большее зависит наверное от специалиста который выбирает петли для увязки и для возможности крепления шаклов именно здесь да что еще все вон там вот есть лесенка подножка одной стороны вместе с ручкой и подножка с другой стороны вместе с ручкой борта получается съемные необходимости а если не надо то открыли поставили что вам надо и закрыли сегодня с утра был дождь как раз перед тем как на работу идти а утро у нас еще не закончилось она только началось так и что это у нас это у нас управление тормозной системой рабочий соответственно стояточный тормоз ресивер контрольные выводы но насколько я знаю их еще также используют при необходимости подкачки колес подключил тягач и от них можно уже подкачать ящик zip довольно такой удобный под замок вам почему потому что сам ключ стационарный замок да но он довольно простой вот такого типа ребра я так предполагаю что все таки у клиента здесь еще будет либо фанера либо еще какие-то либо уплотнитель чтобы выровнять это все у меня вопрос вот на самом деле к нашим подписчикам как посчитаете вот эти ребра жесткости они должны быть внутри ящика и к ним привариваться вот этот вот лист или все-таки снаружи чтобы лист был ровный а ребра были с той стороны вопрос к специалистам как там вопрос знатокам знатоки отвечают у нас в комментариях но на самом деле вот второй провод он также получается в комплекте то есть тот провод он будет лежать просто в зипе пока будет ехать ну а в зипе здесь у нас также присутствует необходимые ключи для работы с подвеской и со ступицами то есть ступичный ключ гаечный ключ и баллоник все что может не понадобится вам для работы именно с этой подвеской сейчас этот полуприцеп точнее этот прицеп будут даже непривычно прицеп все время полуприцепы до полуприцепа а тут попросили прицеп снять все вы слетает просто полуприцеп до противооткатные упоры прикреплен причем вишу он даже не болтается он настолько вот ровненько выверен что он лежит и все и никуда он уже не денется причем на всякий случай а случае действительно бывают разные да вот боковое защитное устройство она имеет возможность подъема мы не будем его трогать честно говоря просто я не люблю их поднимать опускать это чисто мое такое но и задняя подвеска задняя подвеска она также рессорно зависимы с хорошими качественными получается энергоаккумуляторами также на штоках имеются пыльники пружины лишь они не ржавые они свеженькие аккуратненькие все как это как должно быть почему обычно в работе когда он будет там наверняка после того как пыль грязь это все почистит их там и будет и ржавчина и чё только не будет что касается зазу мы сразу расскажем да интегрированные панели вместе с госномером блоком фар и габаритными огнями причем здесь там где могут подниматься в том числе при закрытом борте на установлены площадки защитные для электропроводки чтобы их не повредили грязь на них меньше сыпалась здесь ну так сказать зазубрины чтобы также противоскольжение и нижний брус с возможностью регулировки выше ниже зависимости от того где вы будете эксплуатировать также с ребром для того чтобы не было скольжения ну что и пойдем тогда во внутрь посмотрим что у нас здесь а здесь получается все то что мы видели слушай ну довольно удобно получается борт хорошо открывается он даже ниже этого вот видишь даже на площадочку как-то все как это все деться все выверено все аккуратненько все красиво ну вот так вот как-то молодцы честно сказать впечатление создается хорошие как он в работе будет у меня даже никаких сомнений нету что он будет себя хорошо показывает потому что в принципе аналогичные прицепы мы делаем давно этот прицеп я думаю будет работать очень долго и радовать своего хозяина того кто его приобрел так что ребята если вас заинтересует подробности по нему ольга обязательно сделает ссылку на сайт и вы сможете более подробно о нем именно посмотреть ну либо звоните я расскажу кто его делал один а именно занимался занимался его именно написанием технического задания для изготовления максимов евгений которые у нас занимается иномарками ну и соответственно сможете получить точно такой же для удобства работы именно запасным колесом подъемная нет это не ходячие это она так пришло не на самом деле смотри видишь ворсинки они на месте вот эти если она ходит то в первую очередь ворсинки улетают а это она пока просто-напросто его везли вот есть напыление различные это чисто напыление ну это грязь которые во время транспортировки просто-напросто в пыль превратилась и получилось так вот даже вот получается смотри вот немножко они прошли у нас по здесь по базе они еще есть но уже лишь их меньше основная часть просто-напросто их стерла таракс вообще читают как таракс а говорят кто тирекс кто тюрекс кто к но самое главное что понимаешь вот и вот размерность 385 на 65 r22 с половиной вот этого колеса она очень хорошо для шоссейных работ и для работы именно по магистралям по обычным дорогам то что ну здесь даже лишь показано для пожалуйста для прицепа но все ты засняла до что корзина единая вместе с ящиком zip большая удобная что с одной стороны здесь можно такое колесо при необходимости если захотите переобуться на 425 резину то можно будет попробовать его сюда поставить но тогда на смотреть чтобы за подкрылки не выходило это все ты зазову защитное устройство точнее боковое да она также подъемная чтобы вам было удобнее с колесом работать но колесо именно с помощью своей физической силы туда заставлять теперь все да а ольга сегодня не заметила мы всегда говорим что техника у нас идет в стандартном свете в нашем уралспедстранцевском да может быть синяя бортовая красная да а если вам необходимо то вы говорите конкретный орал в какую вам нужно и изготовит покрасит именно в тот свет в который необходимо для вашей организации для вашей фирмы именно для вас так что вот на это теперь все до новых встреч подписывайтесь на наш канал